для поиска новаторских решений с целью преодолеть эти трудности. И уже более 50 тысяч получили подготовку по этой программе в течение предыдущих двух лет. Благодарю вас. Мы будем следить за регламентом, чтобы у всех была возможность выступить. Сейчас я хотел бы передать слово представителю Руанды. Надеюсь, что меня слышно, потому что в сети достаточно плохо слышно, но надеюсь, что хотя бы меня хорошо слышно. Я выскажусь вкратце. Я думаю, что предыдущий выступающий только что поделился уже соображениями относительно преимущества партнерства, идущего по принципам муниципалитаризма. В целом, пишу, чем мы занимаемся и следим за различными законодательными инициативами, направленными на обеспечение связности. Кроме того, мы смотрим на качество универсального доступа и не только доступа, а и доступности финансовой к интернету для того, чтобы никого не оставить за бортом. Кроме того, мы смотрим и на способы стимулирования спроса. Здесь вопрос не только связности, но и того, что обеспечивается и создается для создания и наработки соответствующих цифровых навыков. Кроме того, нужно обеспечивать и финансовые различные аспекты и элементы. Инфраструктура во всех странах, ее наличие тоже очень важно. Опять же, мы здесь говорим о обеспечении финансовой доступности, интернет-связанности. И мы должны друг друга понимать, для того, чтобы помогать, для того, чтобы обидеться эти интересные вопросы. Спасибо большое. И теперь попрошу господина Леонид Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам. Попрошу его подойти к микрофону. Спасибо. Попрошу господина Леонид Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам. Представлю, что мы можем сделать несколько вещей. Первое сейчас наиболее место в экономическом и социальным вопросам. И, по всей этой департаменты, при этом мы не можем сделать 4,5% по экономическим и социальным вопросам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Звук отсутствует. Перевод невозможен, звук отсутствует. Перевод невозможен, звук отсутствует. Тем самым признается, что цифровая трансформация – это ключ к достижению обеих целей. Это посылает очень четкий сигнал. Мы также понимаем, что достижение этих целей... ...заинтересованных сторон, упомянувших предыдущих... ...пока заключается, что явно, где они оказались предыдущими... ...посылакой, что они не могут быть в этом... ...самины не будут, оно не правда. Продолжение следует... ...богу в честь... ...на и в честь... ...пошествия для тех же, как и в субботу. С точки зрения участия, например, мы поддерживаем страны-члены в работе над выработкой национальной торговой стратегии, не требующей координации для Африки, так называемый план маршала для Африки. И это позволит создать рынок для полутора миллиардов человек. Кроме того, это позволяет бороться с различными барьерами. Поэтому то, где есть возможности предоставления этой информации всем членам заинтересованным сторонам и то, куда они могут инвестировать, все это очень важно. Спасибо за внимание. Звук отсутствует. Добрый день. Доброе утро. 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 Спасибо большое. Доброе утро. 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 Продолжение следует... 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 Очень важно, чтобы люди могли подпишись с интернетом. Это важно, если они были безработицы. Но, опять-таки, если у людей нет доступа в интернет, то есть у них нет доступа информации. Если у них нет доступа информации, то они не могут развиваться, они не могут никому. То есть доступ, равна доступа информации, это совершенно важный ответ. Спасибо. Я хотела бы прокомментировать, представьте, высказывая по поводу важности гласального контента. И, конечно, мы очень гордимся нашей программой, что мы ее делаем для 15 девочек. У нас есть целый лагерь, который мы придумали по сезонированию. В нем принимает, кстати, огромное количество молодых девочек, женщин, коммерческих. У нас есть целый лагерь, который мы получили по сезонированию. И недавно мы в Кондо организовали центр по личностям и интеллекту, который объединяет и девочек, и подростков, и мальчиков. И дает им всем возможность участвовать в разработке и в создании решений в части института интеллекта. В Туго будет организован центр по сезонированию безопасности. Опять же, это будет возможность для всех поучаствовать и к этому приобщиться. Мы часто говорим про инфраструктуру. Как вы знаете, стратегия по цифровому преобразованию Африки – это важная стратегия в рамках нашей национальной программы. И мы считаем, что решения должны быть найдены на уровне каждой из стран для того, чтобы наши чайни превратились в действительность. Спасибо большое. Не слышно, что говорит Джоуэл Хор, модератор. Спасибо, госпожа модератор. Для того, чтобы улучшить возможность соединения, подключения к интернету, нам необходимо обеспечить финансовую доступность. Кроме того, мы должны обратиться к регуляторным органам и к законодателям, к различным другим заинтересованным сторонам, для того, чтобы они могли предложить использовать какие-то инструменты или рычаги для совершенствования политики инвестирования в эту сферу и различных регуляторных программ. Очень важно, чтобы у нас была конкурентность, потому что, когда мы обеспечиваем конкурентность, мы можем достичь финансовой доступности услуг и доступности поддержки инфраструктуры. Очень важны такие программы, как партнерство между частными компаниями и общественными организациями. Наша программа может помочь сократить налоговое обложение на такие гаджеты, как, например, смартфоны. И, может быть, какие-то механизмы предложить для субсидирования различных гаджетов, особенно в сельских районах и в малобеспеченных областях. В сельских областях мы собираемся внедрить универсальный фонд услуг, в котором тоже будут предлагаться различные механизмы. Механизмы, например, альтернативного источника энергии. В сельских областях, как мы знаем, существуют проблемы с энергоснабжением. Это зачастую не позволяет эффективно подключаться к интернету. Поэтому мы хотели бы сделать это как можно более инклюзивным и устранить вот эти барьеры или иногда лакуны между различными регионами, различными областями с разным уровнем обеспеченности. Госпожа Джул Форд зачистывает вопрос, который не слышно. Модератора не слышно. Спасибо, госпожа председатель. Знаете, у меня на самом деле предвзятое мнение относительно. Мне самому кажется, что молодежь и будущее поколение, они действительно черчайно умные. Они, наверное, самые умные молодые люди, которые когда-либо у нас были на Земле. Но нам очень важно их подготовить. Знаете, если мы хотим, чтобы мысли быстрыми темпами, то нам нужно предоставить подготовку, возможности подготовки в самых разных областях. В корпорации МЕТ, которую я представляю, у нас все развивается чрезвычайно быстро. Мы занимаемся вопросами подготовки в различных континентах. Сейчас у нас на уровне подготовки находится приблизительно 200 тысяч людей, которые могут в личном общении с инструктором получить протитул или на подготовку. И это идет на пользу всем, на пользу отдельных людей, на пользу бизнеса и так далее. Мы уже провели подготовку для примерно 300 тысяч человек. И с помощью наших программ также охватили 3,8 миллиона человек. И это только одна корпорация МЕТа. Мы даем возможность доступа к гаджетам, доступа этого молодого умного поколения к различным знаниям. Спасибо большое. Да, мы все согласны с тем, что навыки использования цифровых устройств – это очень важная вещь для возможности использования интернета. Это важно не только с точки зрения интернета, но также важно для того, чтобы знать, как программировать, как создавать различные новые программы, для того, чтобы обеспечить жизнь нашего общества будущего. В Европе у нас 2023 год, во-первых, годом навыков. В 2021 году Европейская комиссия поставила перед собой несколько целей с точки зрения цифрового развития. Мы собираемся к 2023 году иметь 20 миллионов специалистов по ICT в Европе. Это большое количество специалистов. Мы хотим как можно больше женщин к этому привлекать. То есть это 80% населения, у которого есть базовые цифровые навыки. Мы проводим подготовку среди различных слоев общества. И мы считаем, что трудовая сила, рабочая сила должна быть как можно более подготовлена и в цифровом плане тоже. Каким образом можно получить такую подготовку? Это можно сделать через партнерство с участием разных заинтересованных сторон, которые мы видим по всему миру. Мы работаем и с гражданскими обществами, и с правительствами в этом направлении. Я хотела бы также напомнить от себя, что очень важно, чтобы не только для инвестиций был правильный климат, но чтобы и международные стандарты в мире были учтены в части интернета. Не слышно, Джоул Форд. Пригласили господина Ли, заместитель генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам. Докладчика не слышно. Перевод невозможен, к сожалению. Звук докладчика продолжает булькать. Звук докладчика продолжает булькать. К сожалению, из-за проблем связи речь докладчика нечленораздельна. Звук докладчика продолжает булькать. Очень плохой звук докладчика. Перевод возобновится после того, как будут устранены технические проблемы со звуком. Перевод С earnings Большое спасибо. У нас действительно проблемы со звуком. Мы сейчас пытаемся заменить микрофон. Я хотела бы попросить нашего следующего выступающего прокомментировать. Говорит Нил Марко Куейнер. Спасибо, госпожа модератор. Когда я учитель, я вижу молодежь в школах, я вижу, какие у них навыки, насколько в них ярко бизнес-жилка, как они используют интернет для этого. Мы действительно используем интернет и используем возможность широкополосной связи. Для того, чтобы развивать различные навыки у молодежи, не только с точки зрения образования, но и с точки зрения их предпринимательской деятельности. Нам необходимо развивать их технические навыки для того, чтобы они были включены в технические процессы, в возможности, которые они предлагают. И когда мы разрабатываем, развиваем это направление, нам необходимо обращать внимание на некоторые аспекты, такие как, например, продолжительность этого процесса, исследование технологии, научные достижения. И по мере того, как мы добиваемся наших результатов, мы увидим, как меняется качество образования, как меняется качество цифровых услуг. Это, в свою очередь, выльется в развитие экономики, в развитие академической сферы. Мы действительно развиваем различные национальные исследовательские сети для того, чтобы обеспечивать доступ к интернету, для того, чтобы мы могли включать в этот процесс всех, включая школы. Спасибо большое. Теперь я попрошу господина Родни Тейлора ответить на вопрос. Вы знаете, на вопрос-то вы уже ответили. Я просто хотел рассказать вам про конкретный проект в Барбадосе, в котором я принимал участие, так называемые цифровые послы. Я был одним из них. Мы занимались с детьми, которые занимаются компьютерными исследованиями. различными новыми словами и услугами. И проводились различные образы исследования в школах, в том числе. И все поколения тем самым взаимодействовали, в том числе представители маргинализованных групп. Таким образом, люди сами были частью этой инициативы, и у них была возможность носить свой вклад получать образование, получать необходимые навыки, цифровые навыки. Эти возможности были у всех групп представителей населения. Мы также отмечали положительные тенденции в области формирования навыков и КТ, включали работу женщин и девочек, уделяли им особое внимание. Благодарю вас. Большое спасибо. Ваше превосходительство, Миссу, пожалуйста, вам слово. Благодарю вас. Благодарю вас, госпожа модератор. По поводу цифровых навыков хочу сказать, что очень важно уделять им внимание. В нашей стране, в частности, в Поплановой Гвинеи, обеспечивается развитие соответствующих навыков у студентов, школьников. Мы работаем с департаментом образования для того, чтобы постоянно обновлять школьную программу и создавать условия для развития навыков области ИКТ. Наши ученики и студенты участвуют в тренингах, семинарах по цифровым технологиям и тем самым повышают свой уровень грамотности, цифровой грамотности. Мы делаем все для того, чтобы никто не остался без внимания. Благодарим наших партнеров, которые помогают нам продвигать такие проекты, в частности, малые и средние предприятия и наших фермеров. Кроме того, мы создаем лаборатории ИКТ во многих школах и сообществах. Это позволяет нам вовлекать в работу девочек, женщин, других представителей сообщества и самых разных групп для того, чтобы они могли ознакомиться с ИКТ и развивали свои навыки в этой области и пользовались новыми технологиями. Кроме того, мы проводим и другие мероприятия, которые направлены на расширение развития цифровых навыков населения. Действительно, очень многие люди просто не знают, как пользоваться интернетом. У них нет необходимых навыков. Они неграмотны с точки зрения цифровых технологий. Им просто необходима возможность для развития получения этих навыков. Конечно, они нуждаются в интернете. Он может им быть полезен. Они получают доступ также и к социальным сетям. В рамках этих проектов мы активно сотрудничаем с нашими партнерами из сектора ИКТ. Мы выявляем существующие проблемы. Не так давно мы подписали меморандум о взаимопонимании с рядом национальных университетов. Вернее, с одним из национальных университетов для того, чтобы запустить программу по развитию цифровых ИКТ, созданию кластеров, которые помогут развивать их среди граждан нашей страны. Большое спасибо. Ваше превосходительство. Благодарю вас. Я передаю слово госпоже Дарине Богдан-Мартин. Пожалуйста, ответьте на прозвучавший вопрос. Большое спасибо. Хочу вернуться к одному моменту, о котором говорили раньше. Интернет – это отличный фактор, который позволяет уравнять права и возможности людей. Однако для этого необходимы цифровые навыки. И в рамках нашего исследования мы узнали, что именно отсутствие таких навыков – это самый серьезный барьер. Поэтому нам нужно развивать цифровые навыки, создавать специальные образовательные программы, которые будут этому способствовать. Делать это нужно безотлагательно. У нас должны быть программы для школ. То есть это образование должно начинаться с начальной школы буквально. И такие навыки можно получать действительно в самом раннем возрасте для того, чтобы пользоваться интернетом, различными ресурсами и иметь доступ к интернету на протяжении всей своей жизни. Думаю, что это очень важно. Ну и, конечно, МСЭД вносит свой вклад в эту работу. Мы развиваем различные программы по повышению цифровой грамотности. Работаем с исследовательскими институтами, в частности, из Африки, для того, чтобы повышать базовую цифровую грамотность населения. Мы готовим также и специалистов, которые проводят соответствующие программы и мероприятия, и взаимодействуем с представителями предпринимательских кругов. Наша задача сделать так, чтобы благодаря этим навыкам у людей появлялись дополнительные возможности, в том числе в профессиональной сфере. Мы также работаем и с другими регионами, например, с Америкой, с Карибским регионом, с Карибским бассейном. Особое внимание уделяем девочкам и женщинам, потому что эта тема для нас очень важна. И, конечно, работаем с молодежью. Большое спасибо. Ну, а сейчас мы переходим к следующему вопросу. Итак, будущее после ковида. Какие выводы можно сделать из итогов пандемии по поводу цифровых инфраструктур, которые необходимы для развития человечества? Несколько слов об общем контексте. Практически 80% достиг уровень внедрения интернета до пандемии. Но во время пандемии мы обнаружили, что доступ есть, но нет устройств, которые позволяли бы осуществить доступ к интернету. Поэтому очень много детей в школах не имели доступа к интернету. И очень часто люди также сталкивались с проблемой именно в ходе пандемии, когда родители говорили о том, что у них дома, например, нет компьютера, чтобы дети могли продолжать учиться онлайн. Таким образом, важно помнить о том, что цифровые инфраструктуры и доступ к ним, а также доступ к финансово доступным недорогим устройствам – это одно из важнейших условий обеспечения всеобщего доступа в интернет. На этом передаю слово экспертам. Большое спасибо. Действительно, COVID-19 и пандемия оказалась очень сложным периодом для нас, в том числе и с точки зрения ЕКТ. Цифровой разрыв прочувствовали все в полной мере между странами юга и севера, но даже в самих странах этот разрыв ощущался, например, между городскими и сельскими районами. Поэтому, конечно, необходимы цифровые преобразования. Необходимы инновационные решения для существующих проблем. Электронные закупки могли бы обеспечить более широкий доступ к товарам и услугам, например, через различные платформы, которые уже существуют. Благодаря этим платформам можно получить доступ, например, к каким-то услугам или к прививкам, к вакцинам, другими словами. У нас есть определенные наработки. И продолжать работу в этом направлении очень важно. Речь идет о развитии. И, конечно, мы говорим о том, что цифровые преобразования являются ключевым фактором по достижению поставленных целей, в частности, ЦУР. Важно, чтобы программы реализовывались в разных юрисдикциях. Необходимо инвестировать средства, которые обеспечили бы цифровые преобразования с учетом местного ВВП. Мы должны создавать такие условия, в которых можно было бы далее реализовывать те или иные программы по повышению цифровой грамотности и расширению доступа к интернету. Также создание контента на местных языках – очень важный аспект. Таким образом, с одной стороны, важно развивать инфраструктуру, с другой стороны, важно развивать экосистему. Приведу пример. В Центральной Африке доступ к интернету настолько дорогой, что у большинства людей нет возможности им воспользоваться. В Восточной Африке была создана единая сеть, которая как раз позволила обеспечить более широкий доступ к интернету со стороны населения. Это положительный пример, который можно было бы масштабировать. Поэтому в Центральной Африке тоже следовало бы, возможно, испробовать какие-то подобные модели для того, чтобы расширить доступ к интернету. Большое спасибо. Я хочу передать слово госпоже Поле Ингабира. Большое спасибо, госпожа модератор. Да, действительно, тема эта очень важная. И пандемия ковида показала нам, что есть определенные проблемы, она словно высветила их. И мы убедились в том, что цифровые преобразования просто необходимы. Это необходимые условия для дальнейшего развития. Мы должны обеспечить доступ. Доступ – это один из важнейших аспектов. С одной стороны, есть показатели, статистика покрытия. С другой стороны, есть статистика, собственно, использования интернета. И поэтому очень важно сделать так, чтобы как можно больше людей не только имели доступ к интернету, но и реально пользовались им. Для того, чтобы интернет был для них полезен, и для того, чтобы доступ этот был эффективным. Думаю, что здесь важно отметить, что когда происходит какой-то кризис, он высвечивает наши слабые места, может быть, инфраструктура или отсутствие фактического доступа. Думаю, что эта пандемия изменила мир, и у нас нет возможности вернуться к миру, который был до пандемии. Теперь все будет по-другому. Мы переходим к гибридным форматам взаимодействия, в том числе в системе обучения. Конечно, необходимы дополнительные инвестиции, но ведь речь идет не только об инфраструктуре. Речь идет и о многих других аспектах, о которых мы говорили сегодня и будем говорить в ближайшие дни. Необходим правильный контент, который будет создаваться на местных языках, тем, чтобы он был доступен для всех. В то же время, важно сделать так, чтобы финансовая доступность не была препятствием для людей. Именно соблюдение этих условий позволит обеспечить эффективный доступ к интернету. Большое спасибо. Я передаю слово следующему эксперту. Действительно, неравенство, которое мы наблюдаем и которое усилились в условиях пандемии COVID-19, это серьезная проблема. Я что хотела отметить? Первое. После завершения пандемии цифровая политика стала вырабатываться с лучшим пониманием существующих условий в самых разных отраслях. Другими словами, важно сейчас обеспечить взаимодействие между разными отраслями с тем, чтобы потребности людей учитывались при выработке стратегии и политики в той или иной сфере. Это касается и здравоохранения, и образования многих других отраслей. Мы должны делать так, чтобы жизнь людей менялась к лучшему. Второй момент. По поводу текущей дискуссии, думаю, уже всем совершенно очевидно, что необходимо взаимодействовать и сотрудничать для того, чтобы преодолевать неравенство. И сделать так, чтобы у всех был доступ к интернету. Необходимы средства, необходимо участие правительств. Важно сделать так, чтобы правительство взяли на себя обязательства по обеспечению доступа и преодолению существующего разрыва. Ну и последний момент. Пандемия COVID-19 привела к всплеску насилия, гендерного насилия, в частности, в интернете. Важно помнить о том, что мы можем вырабатывать политику, которая будет способствовать не только минимизации, но и устранению насилия в цифровой среде, в том числе гендерного насилия. Думаю, что это тоже внесет свой вклад в преодоление гендерного разрыва. Большое спасибо. Господин Ли, вы также хотели сказать несколько слов? Да, большое спасибо. Простите, что снова взял слово, но хотел бы вот о чем сказать. Мы обсуждаем сейчас период после пандемии COVID-19. И буквально в следующем сентябре ООН будет проводить саммит по ЦУР. Думаю, что все мы можем объединить наши усилия для того, чтобы добиться максимально возможно приблизиться к ЦУР и проанализировать, что именно необходимо для этого сделать уже сейчас. И второй момент. Генеральный секретарь также предложил запустить глобальное цифровое соглашение, которое будет принято в ближайшем будущем. Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам принять участие в процессе работы над этим соглашением. Для нас это будет очень важно и ценно. Большое спасибо. Спасибо и вам. Я передаю слово следующему спикеру. Большое спасибо. Интернет развивается в текущих условиях. Они непростые. И в ходе пандемии COVID-19, в ходе локдаунов, мы столкнулись с дополнительными сложностями. Мы все убедились в том, что с одной стороны есть сложности, а с другой стороны у домашнего доступа к интернету есть потенциал. Доступ к услугам важно было обеспечить для всех. И, к сожалению, не всегда, и не во всех домохозяйствах интернет использовали в полной мере. Однако, это очень важный ресурс. К сожалению, не всегда имелся достаточный качественный контент. Кроме того, инфраструктура не была готова к таким испытаниям. Мы столкнулись с определенными сложностями, когда пришлось перевести людей на работу в удаленном режиме. Нам нужен план действий на случай возникновения подобных ситуаций. Мы должны четко понимать, что нужно делать. И COVID-19, если хотите, напомнил нам об этом. Большое спасибо за внимание. Благодарю вас. Я передаю слово господину Полу Скале. Большое спасибо. Да, действительно, все сейчас развивается гораздо быстрее, в том числе инфраструктуры, цифровые инфраструктуры. И, конечно, мультистейкхолдерная модель здесь играет важнейшую роль, потому что мы должны взаимодействовать очень много за разных заинтересованных сторон. Например, те, кто предоставляют консультационные услуги в области здравоохранения или какие-то другие, все они взаимодействуют. Все эти услуги сейчас переводятся в онлайн, в интернет. И, например, программа вакцинации также оказалась довольно успешна благодаря тому, что использовались новые технологии. Я слышала сейчас о том, что коллеги упоминали гибридные форматы работы. Да, эти изменения уже происходят. Неважно их учитывать. Мы также должны анализировать текущую ситуацию, смотреть, какие препятствия могут возникать и из-за кого они возникают. Хотел бы особо отметить, что особую роль играет IGF, потому что это для нас платформа, на которой мы можем обменяться мнением, опытом. Самые разные заинтересованные стороны принимают участие в этих дискуссиях. И у нас есть возможность вырабатывать какие-то новые идеи в области выработки стратегии и политики в той или иной сфере. В том числе и в отношении новых технологий. Как сделать так, чтобы у молодежи был доступ к этим технологиям. Все это мы обсуждаем с участием частного сектора, с участием представителей правительств. Важно сделать так, чтобы у молодежи был доступ к цифровым инфраструктурам по всему миру. Большое спасибо. Последний вопрос. Какие меры уже существуют для того, чтобы обеспечить всеобщий доступный по цене и эффективный доступ к интернету? И какие рамки необходимы для того, чтобы дополнить существующие меры и выполнить повестку на период до 30-го года? Твердое слово господину Тейлору. Я хотел бы привести следующий пример. С тех пор, как мы развернули точки обмена интернетом, это инфраструктура, которая позволяет более эффективно обмениваться контентом на местном уровне, необязательно местному контенту идти на международную арену. И эта экосистема по кешированию данных позволяет улучшить доступ к интернету и сделать его более содержательным, более качественным с точки зрения доступа к местному контенту. Что касается универсального принятия, нет необходимости тратить огромное количество средств, которые не могут быть использованы для подготовки устройств и подготовки персонала. И, опять же, если вернуться к глобальному цифровому договору, это инициатива ООН. Она играет ключевую роль по предоставлению необходимых ресурсов для развивающихся стран с точки зрения снижения издержек на доступ к интернету и предоставления доступного интернета. Господин Масу, пожалуйста, Папуа Новая Гвинея. Снова благодарю вас. Правительство Папуа Новая Гвинея и мое министерство по телекоммуникации очень тесно работает с другими по сокращению разрыва в области универсального доступа к интернету. Мы делаем все возможное, чтобы не забыть и женщин, и девушек, и инвалидов, и местное население. И вот буквально на прошлой неделе мы провели семинар по новой политике универсального доступа или всеобщего доступа, где мы изложили наши цели и задачи. И как было указано, полномочный посол в Международном телекоммуникационном союзе заявил, что очень важно, чтобы все группы, такие как женщины и девушки, инвалиды, местное, коренное население, были вовлечены в цифровую экономику. И мы очень важный план составили, который мы хотим внедрить. И мы также не хотим, чтобы наши соседи по Тихоокеанскому региону отставали. И мы также будем оказывать содействие нашим соседям по Тихоокеанскому региону. Благодарю вас, господин Массио. Господин Леон Ипомбо. Вам слово. К сожалению, господин Ипомбо, не слышно проблемы со звуком. Перевод возобновится, как только наладится звук. 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 Эту возможность на будущее для того, чтобы выработать ряд целей по интернету, цифровой экономике на будущее десятилетие. Мы работаем над этим. И в заключение я хотел сказать, что для того, чтобы поддержать инклюзивность, очень важно достичь содержательной и инклюзивной возможности доступа к интернету. И это можно будет сделать только если государственные органы будут действовать в инклюзивном порядке. И мы благодарим вас. И очень важно работать с различными отрастями. Сейчас хотел бы передать слово Йорану Марви. Да, всегда очень сложно говорить в конце, когда очень много всего было сказано. Но вот я хотел коснуться двух моментов. Очень важно, что когда наступила эпидемия коронавируса, интернет не прекратил работу ни на секунду. У нас был самый крупный день интернета в ноябре 2020 году. И огромное количество, порядка 8 миллиардов подключений. И нам очень важно поддерживать работу интернета. Каждый день, не прекращая, мы ведем обсуждения относительно того, что необходимо поддерживать работу единую интернета и препятствовать фрагментации интернета. Это очень важно. И мы все выступаем за единый интернет. Я очень с большим энтузиазмом всегда об этом говорю. И нам очень важно, если обратить внимание на африканский континент, очень важно, чтобы экосистемы в отдельных странах, в регионах развивались для того, чтобы, опять же, это развивалось внутри самой страны, чтобы привлекать местные ресурсы таким образом. Почему это важно? Да, это важно. Да, простите, я вынужден вас прервать. Ваше время истекло. Госпожа модератор приглашает господина Бакуэ. Полтора минуты, это, конечно, мало, поэтому я буквально быстро скажу следующее по этому вопросу. Госпожа председатель, 10 секунд. Вот, да, напомните мне, пожалуйста, что сейчас делается для того, чтобы обеспечить более доступный, содержательный и инклюзивный доступ к интернету в Африке и за пределами этого региона, и какая международная повестка необходима, должна быть нами выполнена, чтобы выполнить цели с точки развития к 2030 году. Да, великолепно. 50 секунд потрачу вашего времени. Мы сейчас говорили о целях, которые должны быть выработаны в рамках ЦУР, о работе Меженового телекоммуникационного союза. Я считаю, что работа ICANN, которую мы слышали, вот сейчас коллега мой слева говорил так красноречиво. Очень важно использовать вот этот план стратегический и мультистейк-колдерную модель. У нас очень важно поддерживать реформу широкополосного интернета в Африке, во многих африканских странах. Это очень важно. И есть компании, которые сейчас сконцентрировались на новых платформах, на Metaverse, на интернете. И мы стараемся содействовать новаторским разработкам в этой области. И есть страны, которые отстают. И это связано с некими регулятивными препонами, которые правительство как раз выставляет. Это снова господин Ускали передает слово. Здесь, вы знаете, не сколько само законодательство, сколько вот различные сети и партнерства. Вот они существуют, работают хорошо. И они понимают, какая важность на них возложена с точки зрения достижения цели устойчивого развития. Мы, в свою очередь, также работаем над тем, чтобы повышать качество, расширять доступ к интернету, решать различные проблемы. И вот у нас есть такие проекты, вот как в Кении мы говорили, с национальный план телекоммуникационных технологий. И мы говорим о развитии на национальном уровне. Мы говорили о работе в Нигерии. Я ранее об этом говорил. Очень важно это делать. Вот я говорил, что вот как мы в школах раздавали планшеты в Кении. И это действительно помогает развивать образование. И вся эта работа через сети, через партнерство, организованное правительством Великобритании, правительствами других стран, она вся выражается уже в конкретных достижениях. Благодарю вас, говорит модератор. Буквально 30 секунд от каждого. Заключительные выступления от каждого из вас. Давайте в завершении данной сессии. Будьте добры. Господин Масео. Мы хотим, чтобы в сельской местности, в наших странах у людей также была возможность доступа к интернету через мобильные телефоны. Чтобы больницы в сельской местности имели возможность также выходить в интернет, регистрировать пациентов, следить, вести карты больных и систему назначения визитов ко врачам и так далее. И чтобы это все было удобно и чтобы это ничего не стоило нашим пациентам. Госпожа Ингабире, пожалуйста, вам слово. Я полагаю, что мы все очень хорошо сказали, ключ к решению проблемы – это партнерство. Необходимо развивать, наращивать партнерство и, опять же, использовать принцип масштабирования. Господин Скалли, снова благодарю IGF за этот диалог. Мультистейхолдерная модель является ключевой. И очень важно еще раз подчеркнуть, что это именно тот механизм, который может быть использован. И я хотел бы поблагодарить коллег, которые поприсутствовали и будут присутствовать на этой неделе. Нам необходимо, призываю их рассмотреть доступ к мультистейхолдерной модели и ее развитие всесторонним образом. Пожалуйста, также по поводу доступа к интернету, господин Реба говорит о том, что очень важно для доступа к интернету, чтобы у нас был высокоскоростной интернет, были соответствующие устройства и нефрагментированное пространство сетевое. А у меня буквально два предложения, говорит господин Ли. Партнерство всех участников IGF. А во-вторых, действие, действие, действие. Нельзя сидеть сложа руки. Благодарю вас. Господин Педро, безусловно, завтра мир станет еще сложнее, чем сегодня. Поэтому нам необходимо вносить свой вклад в развитие возможностей для того, чтобы развивать интернет дальше. Я рад тому, что я вижу, что происходит сейчас, что в Африке 50 тысяч специалистов в области обработки данных работают, принимают различные решения. И, опять же, это требует мультистейхолдерного подхода. госпожа Богдан Мартаун, пожалуйста. Всеобщий, доступный и безопасный доступ к интернету, я подчеркиваю, это очень важно. Как полномочный посол Международного телекоммуникационного союза подчеркнули, это очень важно, что без этого мы не можем достичь ЦУР. И нам необходимо работать сообща для того, чтобы обеспечивать доступ к ИИ, для того, чтобы развернуть силу преобразования. Мы благодарим секретаря IGF за эту возможность представить то, что происходит в различных регионах, что происходит в Карибском бассейне. И мы, опять же, выступаем за эксклюзивность. И у нас достаточно знания и умения для того, чтобы добиться поставленных задач. За последние 30 лет в Африке, конечно, произошли колоссальные преобразования. И нам необходимо оглянуться и посмотреть, что мы сделали правильно, что можно было еще включить в нашу работу. Африка очень разнообразная, очень большой континент. Поэтому нет решения, которые подходят всем странам. Необходимо проявлять терпение, необходимо проявлять должный подход, вдумчивый подход. И принимать решения, которые являются оптимальными на местном уровне. Благодарю вас. Пожалуйста, следующий участник. Я очень положительно смотрю в будущее. Думаю, что у нас интересная работа предстоит. Мультистейхолдерная модель является ключевой для этого. И, безусловно, я считаю, что ЦУР у нас четкий. К интернету они хорошо применимы. Это направление работы перед нами поставлено. Есть над чем работать. Господин Юрон Марби, мультистейхолдерная модель – это модель, которая опирается на систему, которая еще была в 60-е годы разработана, объединяет 5 миллиардов пользователей. Поэтому мы не принимаем никаких политических сторон. Мы продолжаем работать и делать все возможное, чтобы у нас был единый открытый интернет. Следующий. Действительно замечательно, что в этом зале объединились люди, которые думают одинаково, которые ценят партнерство в рамках мультистейхолдерной модели. Также замечательно, что у нас есть еще, помимо сегодняшнего дня, еще 4 дня для того, чтобы встретиться, обсудить, каким образом мы сможем решать проблемы. И я призываю коллег, пользуйтесь этим временем, работайте. Желаю вам продуктивной работы и думаю, что мы достигнем многого. Госпожа Макуакуа, эксклюзивность, то есть когда по гендерному признаку на самом деле наносит большой ущерб странам в финансовом выражении. Несмотря на то, что в некоторых случаях это правильно, нам необходимо продвигать политику в области ИКТ, для того, чтобы мы могли построить здоровую, инклюзивную цифровую экономику. Спасибо вам большое, спасибо нашим выступающим. Я благодарю всех участников обсуждения и тех, кто присутствовал на заседании. Мы прекрасно провели наш круглый стол. Спасибо всем тем, кто подсоединился удаленно. Вы увидите пенограмму этого заседания позже. Я хотела бы попросить сейчас поаплодировать всем нашим участникам обсуждения, нашим панелистам. И, пожалуйста, не уходите, мы сейчас фотографируемся. Спасибо. 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 Спасибо.